Урбанистический привет, мои дорогие друзья! Недавно я ездил в Нижний Новгород и сегодня хочу уже в полноценном видео, а не шорцах, рассказать вам про транспорт, инфраструктуру, застройку и в целом мои впечатления от этого города. Сразу скажу, что поездка на Ласточке из Москвы в течение 4,5 часов не такая комфортная, как может показаться. Особенно кресло рядом с дверьми у окна. Там меньше всего места для ног и высоким людям сидеть будет крайне проблематично. А если бы не заторможенность на некоторых участках, время в пути можно было сократить на пару десятков минут минимум. Передвигаться на максимально вертикальных сиденьях Ласточки долгое время очень неудобно. С подобной компоновкой состав может быть хорошей электричкой, а для исполнения роли поезда нужно немного больше простора. И желательно, чтобы сиденья могли хоть чуть-чуть отклоняться назад, примерно как это реализовано в эконом-классе самолета. Но давайте уже переместимся в Нижний Новгород. Главный вокзал находится в его западной части, рядом со станцией метро Московская. А для тех, кто не знает, также город делит на две части река Ака. Решив пройтись пешком от вокзала до отеля, это около 15 минут в сторону стрелки, я в полной мере оценил пыль и грязь, которой покрыто огромное количество улиц и тротуаров, казалось бы, в центре. Навигация в городе не очень. Например, подземные пешеходные переходы довольно часто очень незаметно выделяют знакам. А с учетом того, что они могут быть встроены в здания, турист сразу их не заметит. Светофор отдельно для пешеходов устанавливают также не везде. Поэтому не всегда бывает понятно, когда нужно переходить дорогу. Ребятам явно не хватает твердой руки Артемия Лебедева. Уступать дорогу пешеходам на улицах у водителей не очень принято. Ну а странные развязки, отчасти отсутствующая разметка, бешеные водители, это, собственно, главное, что вам нужно знать про автомобильные дороги Нижнего. Кататься здесь на каршеринге или арендовать машину начинающим водителям точно не стоит. Из агрегаторов, кстати, есть только делимобиль с эконом и эконом плюс классами. Машины на московских номерах, кстати, и внутри почти всегда грязно. Пробеги также большие. Ввод в эксплуатацию Ольгинской развязки спровоцировал транспортный коллапс. Въезды в город встали. Эту развязку строит второй год, она уже почти готова. И вот вчера вечером, совершенно неожиданно, строители поменяли схему движения. Пути объезда, к которым все уже привыкли, перекрыли, опустили движение по Виадуку, но только в одну полосу. Никого и нигде об изменении схемы движения не оповещали. Соответственно, объездных путей никто не запланировал. И Богородскую, и Арзамасскую трассы сегодня с утра сковали огромные пробки. Если вы отдыхаете в городе вдвоем или троем, удобнее заказывать такси, потому что здесь оно довольно дешево. Вне часы пик прокатиться из центра в любую часть города будет стоить около 250 рублей. Также можно передвигаться на электросамокатах. Кикшеринг в Нижнем Новгороде развит неплохо. Самые новые и классные самокаты завезли сюда Юрент, а самые убитые Яндекс. Именно желтые самокаты чаще всего ломаются и отказываются везти вас дальше. Еще есть ВУЖ с их начальной моделью. Пусть эти самокаты и не новые, зато не останавливаются на полпути. Стоимость аренды стандартная, как и в любом городе. Самые многолюдные и красивые туристические места же находятся в Восточной, части Нижнего Новгорода, в Советском и Нижегородском районах. Набережная, речные суда, канатная дорога, огромное количество кафе и ресторанов, гостиниц и разного рода достопримечательностей. Новостройки в Нижнем Новгороде, конечно, тоже есть. Просто их немного и не все они выглядят привлекательно. Также, как и почти в любом старом городе, здесь можно найти полуразрушенные бараки. И уже почти развалившиеся дома, по большей степени, которые относятся к частной застройке. А под самые жирные современные ЖК, комфорт и бизнес-класса, здесь выкупают очень красивые участки в центре или с видом на реку и вторую часть города. В Нижнем Новгороде очень много красивых живописных мест, которыми можно любоваться из огромного количества даже самых стареньких многоквартирных домов. А из новых ЖК мне особенно понравился Резиденс Прайм, красивый и качественно почти достроенный дом, с прекраснейшим видом на оку и часть города, в которой есть метро. Ближе к центру тоже можно найти отличные варианты жилья, правда по завышенной цене в сравнении с обычными квартирами. Например, ЖК Плотничный. Отзывы жильцов положительные. Ну а люди из других домов жалуются лишь на то, что сюда, к сожалению, не переселяют жителей рядом стоящих хибар. Ну друзья, что сказать, мы не в Советском Союзе на данный момент находимся и государство так сильно нас не заботится. А в западной части рабочезаводчанских районов города находятся старые советские многоэтажки. По сути, большинству из них нужно хотя бы отремонтировать фасад, но денег на все эти удовольствия не хватает. Про снос, конечно, речи вообще не идет. Для этого придется подождать пару десятков лет. Но даже в таких старых советских районах можно найти новостройки и частный сектор. Все это немного разбавляет серые унылые пейзажи. Ну а красивые и по-настоящему современные парки я встречал лишь в центре города. Многие из них, как и памятники, отремонтировал или построил с нуля Сбербанк. Таблички, говорящие об этом, можно найти и во многих местах. Цены на различные удовольствия и развлечения в Нижнем Новгороде не сильно отличаются, как мне показалось, от московских, за редким исключением. А где-то, может быть, и вовсе дороже. Если говорить про инфраструктуру и застройку, то в целом город я бы не назвал очень красивым. За исключением, может, каких-то исторических построек и современных привлекательных ЖК. Тем не менее, часть центра и туристические места постарались вылезать с большим старанием. Ну а самым развратным местом города является часть Нижневолжской набережной, ближе к Анавинскому мосту. С приходом вечера на улицу из 18+, заведений выкатываются зазывалы. Предлагают всем желающим посмотреть стриптиз, покурить бесплатный кальян или получить алкогольный коктейль в подарок, лишь бы вы зашли в их клуб. Немногим позже на улицах появляются в усмерть бухие подпивковичи, которые выходят или которых выгоняют из местных баров. Так что потасовки и драки в этом месте происходят довольно часто. Когда я был в Нижнем Новгороде, то застал арест музыкальной группы Коррозия Металла за демонстрацию нацистской символики. За ребятами приехало пять газелей с силовиками и три легковых автомобиля. Кстати, морды в пол тогда положили не только артистов, но и посетителей. Благо в тот бар, где происходило выступление, я даже не собирался, а просто гулял по набережной и наблюдал все это представление. А если вы соберетесь в Нижний Новгород, то вот вам небольшой список интересных мест, которые стоит посетить. Стрелка, набережная внизу и вверху Чкаловской лестницы, улица Большая Покровская, канатная дорога, прогулка на речном трамвайчике, парк Швейцария и часть города с красной линией метро. Ну, если любите гулять и кататься на общественном транспорте. Из кафе и ресторанов, шаурманы средном, министерство завтраков и три апельсина. Ну, а мы переходим к общественному транспорту. Кстати, посты про него, сам город и еще множество интересной информации появляются в моей группе Телеграм и ВК. И если у вас есть желание сказать мне спасибо и получать еще больше крутого контента, можете подписаться, буду безумно благодарен. Ну, а транспорта в Нижнем Новгороде большое разнообразие. Есть даже метрополитен, правда, состоящий всего из двух линий. Первая очередь красной ветки была открыта для того, чтобы отвозить большую часть города на работу, а именно на заводы. И даже после всех кризисов смогли открыть вторую линию и метромост. Сегодня метро продолжает также развиваться, только делает это крайне медленно. Первым нашим направлением в области транспортного строительства, рационализации и повышения эффективности работы дорожно-транспортной системы было как раз ускорение работы по этому, безусловно, важнейшему для города и для области проекту. Мы выполнили свои обязательства. Как бы тяжело ни было, какие бы трудные моменты ни вмешивались в нашу работу, этот проект реализован досрочно. Я благодарю всех тех, кто принимал участие. Проезд в метро, как и во всем общественном транспорте, стоит всего 30 рублей. На многих станциях установлены старые хлопающие турникеты. Из подвижного состава только четырехвагонные номерные разных модификаций и всего две станции, оборудованные для передвижения инвалидов. А в восточной части города находится одна станция, которой здесь явно не хватает, но продление обещают построить. Весь наземный транспорт же оклеен в универсальную оранжевую пленку, чтобы его можно было легко отличить от любых других машин. Есть в Нижнем Новгороде и трамвай, который недавно решили массово обновить до 2026 года. Уже сейчас на маршрутах можно найти современные вагоны Минин и БУ-трамваи из Москвы. Однако отремонтировать и модернизировать нужно еще немало километров путей и немалое количество стрелок. Потому что трамваи, особенно старые, болтают на поворотах, как консервные банки, набитые звенящими гайками. Ну конечно в городе работают и автобусы. Как старые короткие пазики, так и современные векторы и более вместительные лиазы. Параллельно с этим происходит замена троллейбусов на новые электробусы лиаз и минин. Аналогично тому, как это происходило в Москве. Просто сам процесс менее быстрый из-за маленького по сравнению с Москвой бюджета. Ну и куда же без маршруток и электричек, которые уезжают в сторону области, особо по саму городу не катаясь. В общем есть все, что душа пожелает. Интервалы более-менее адекватные, пользоваться общественным транспортом можно. Но существенный минус в том, что так думает очень много людей, а метро есть не везде. Поэтому даже выходные, пазики и другие маленькие автобусы могут быть прилично забиты. Естественно, городской транспорт видно на Яндекс-картах, что позволяет легко его отслеживать, если карты, конечно, работают. Но самым интересным видом общественного транспорта, как по мне, является канатная дорога, которая за 12,5 минут переправит вас через Волгу в город Бор или вернет обратно. Если верить местным жителям, многие используют канатную дорогу круглый год на постоянной основе, чтобы добираться на учебу или работу из города Бор в Нижний Новгород. В таком случае постоянные клиенты могут испытывать колоссальные неудобства, когда дорога не работает, потому что ехать в объезд на машине очень долго. Стоимость проезда в одну сторону составляет 100 рублей, а билетики покупаются в кассах перед самой поездкой. И это одно из мест, которое точно нужно посетить. Если вы любите активный отдых и хотите посмотреть весь город, зайти во все главные и интересные места, на это понадобится где-то 3 полных дня. Дальше, как по мне, туристам здесь задерживаться смысла нет. Часть Нижнего Новгорода в центре современная и опрятная. Общественный транспорт работает неплохо и, по крайней мере, один раз сюда точно стоит приехать. А если вы были или живете в Нижнем Новгороде, буду рад любым дополнениям по теме видео. Всем большое спасибо за просмотр, ссылки на мои соцсети с интересным контентом находятся в описании, а я с вами прощаюсь, друзья. Всем бэбэ. Субтитры сделал DimaTorzok